Всем привет, друзья! Вы на канале Мотохайкер. Итак, сейчас у нас пока что холодные деньки. Я вот решил записать для вас такой вот небольшой видос. Сравнить свою предыдущую снарягу и ту снарягу, которую я сейчас подготовил к следующему сезону. Я пока что планирую на март, возможно, одно небольшое путешествие. Ну как, относительно небольшое, большое, хер его знает. Зависит от некоторых факторов. Но я, короче, планирую съездить в Барселону. То есть это от меня получается около 2000 километров в одну сторону. Ну, туда и обратно, скажем, получается 4000. Плюс там, может быть, покатаюсь еще. Ну, тысяч пять километров. Я не знаю, много это или немало. Но вот я, по крайней мере, пока так планирую. Конечно, это будет еще зависеть от некоторых факторов. Посмотрим, в общем. Пока такие планы. Итак, ребят, предлагаю начать все-таки вот это вот всего обозревать самого такого основного. Это палатка, допустим. Вот такая палатка у меня была в прошлом году. То есть я, ну, буквально пару раз с ней ночевал. Она двухместная. Тоже считается как бы типа ультралайт. Но я не знаю, ультралайт ее назвать с натяжкой. Конечно, если на машине ехать, там, кинул ее в багажник или куда-нибудь, то она, да, можно сказать, что ультралайт. Поэтому на мотоцикле брать ее с собой, особенно если пытаться ехать налегке без кофров, но это не вариант. Пришлось взамен купить вот такую палатку. То есть, чтобы вы могли сравнить габариты, да? Видно, надеюсь, вам наглядно. То есть эта палатка весит 800 грамм и занимает очень маленький объем. Если я вот так вот сожму ее, да, то будет вот видно, да, сколько она. То есть она почти не занимает места при весе 800 грамм. Вот эта палатка весит 2,5 килограмма, но она самостоящаяся с каркасом и двухместная. Но, ребят, в принципе, на одного человека двухместная палатка. Опять же, если вы берете с собой кучу вещей, которые вам надо где-то прятать, то получается такой замкнутый круг. Вам нужна большая палатка, чтобы прятать вещи. Вам нужно... Ну, в общем, сами понимаете, да. Короче, что-то здесь не то. Поэтому ладно. С палатками мы пока что разобрались. Убираем их в сторону. Я потом, потом, после, в конце этого ролика, обязательно всю ту снарягу, которую я хочу с собой взять, базовую, запихну в рюкзак при вас и взвесим мы, сколько будет весить этот рюкзак. Так, давайте, что у нас идет дальше после палатки. Ну, после палатки, я бы сказал, идет спальная система. Это коврик. Изначально у меня был вот такой вот китайский коврик. Это называется он Hike Nature. То есть, есть Natural Hike, китайская фирма. Это, видать, подделка на подделку. Ну, хер его знает. В общем, коврик, ну, в принципе, да, тоже как бы считается ультралайт, но китайский вариант ультралайта. Имейте в виду, ребята, все, что вот... Вся ультралайтовая снаряга есть у китайцев как бы аналоги. Но они, как правило, весят в 2-3 раза больше и занимают больше объем. Хотя, ну, сами знаете, китайцы все подделывают. И, соответственно, можно смотреть оригинальный какой-нибудь брендовый товар и китайский. Внешне будет один в один, но масса у них будет отличаться кардинально. Поэтому, если вы решили заморачиваться весом, обращайте внимание именно на вес. Вот вес этого коврика, казалось бы, да, 500 грамм. Ну, в принципе, это как бы немного, наверное, да, если сравнивать с каким-нибудь обычным большим гарематом, пенкой или что. Ну, да, на первый взгляд ультралайт. 500 грамм. Air value, какой у него, я не знаю. Ну, сами понимаете, китайцы такого не пишут. Но я не думаю, что прям какой-то адский большой. Air value это показатель теплоизоляции. То есть, чем выше цифра, тем лучше. Так что вот. И который я себе приобрел. Вот давайте сравним. Вот это терморестовский Uber Light. Массой в 250 грамм. То есть, занимает очень малый объем. То есть, вообще почти объем не занимает. И вот этот вот китайский аналог. То есть, разница по объему в 2 раза, по весу в 2 раза. А это очень много. В 2 раза. Так что, дальше. Что у нас идет следующее. Ну, что касается спальных мешков. Да, у меня есть синтетический спальный мешок. Но он сейчас убран далеко. И у него нету компрессионного мешка. То есть, я его умотал в одной из поездок. Поэтому, ну, занимает он очень большой объем. Весит тоже килограмма-полтора, наверное, минимум. И вот этот вот, то, что я купил недавно. Это тоже терморестовский Quilt. Занимает вот, в сжатом состоянии, очень малый объем. Масса его, вот, со всеми там мешками, лямками 600 грамм. То есть, это тоже очень мало. Ну, мой другой спальный мешок занимал место, ну, столько же, сколько моя палатка. Ну, может быть, чуть поменьше, вот так вот, по объему. Ну, давайте просто, чтобы вы могли сравнить, сколько я сэкономил объема. Ну, и вес сэкономил я раза в три. То есть, не в два раза, в три раза. От обычного, классического спального мешка. То есть, тот спальный мешок стоил, скажем, если я сейчас не ошибаюсь, ну, где-то в пределах 50 евро в плюс-минус там. Этот, конечно, стоит 300 евро. Но у этого комфортная температура 0 градусов, у того плюс 10, по-моему, или плюс 8, вот так вот. То есть, этот выигрывает по всем показателям. Поэтому я считаю, я очень рад, что я купил вот именно этот. То есть, инвестировал немножко. Дальше. Давайте дальше посмотрим кухню. Изначально у меня была кухня... Где она? Вот. То есть, такая вот очень популярная китайская кухня, да, вот. В принципе, алюминиевая кастрюлька. Тут вот это как мини-сковородочка, она же крышка. С ней идет, скажем, вот такая вот горелка в такой упаковочке. Сейчас я вам ее отдельно покажу. Она у меня навинчена на баллоне. Ну, собственно, вот эта посуда, она, ну, прикольная, да. Занимает, конечно, большой объем. Если на одного человека, ну, вот это слишком много, я считаю. Плюс она алюминиевая, и за счет этого она весит немножко больше, чем хотелось бы. Так, давайте я покажу сейчас вам горелку. А, нет, давайте я сначала сравню с тем, на что я поменял эту алюминиевую посуду. То есть, вот у меня есть вот такая вот посуда и вот такая вот кружка. В этой кружке у меня еще одна кружка. Это титановые кружки. Одна на 700 миллилитров и на 420. Но, ребята, хочу вам подсказать, если вы будете выбирать титановую посуду, имейте в виду, что объем кружки пишут всегда до самого верха, самый максимальный. Скажем, если вы покупаете кружку на 700 миллилитров, значит, воды вы в ней кипятить будете где-то, ну, 600 миллилитров. Потому что вы же не будете ее доливать прямо до самого края. Соответственно, меньше. Поэтому всегда выбирайте немножко с запасом. То есть, если вы берете 400 миллилитров в кружку, то, ну, эффективный объем у нее будет, скажем, 350 миллилитров. Просто учитывайте этот нюанс. Титановая посуда, она очень крепкая. Она за счет этого ее делает тоньше. И, соответственно, выигрыш в массе значительный. Ну, давайте я просто скажу, вот за эту сейчас я ее поставлю на весы, 252 грамма. И вот теперь две кружки вот эти поставим. Сколько будет? 175 грамм. Учитывая, что здесь две кружки, вес мы экономим значительно. Почему именно я взял две кружки? Скажем так, в одной кружке вы можете заварить какую-нибудь там овсяную кашу. Пока она у вас там заваривается, в другой кружке вы можете скипятить водичку для кофе или для чая. Или, скажем, в одной кружке у вас варится там рис, а в другой кружке, опять же, вода для чая. Или просто вы здесь скипятили воду, сколько вам надо, там, 300 миллилитров, чтобы залить сублимат. И сюда залили. То есть, мне кажется, отличная комбинация. Так, дальше. Дальше. Горелки. Изначально у меня была вот такая вот горелка. То есть, в принципе, она тоже относительно легкая. Тут есть пьезоподжиг. То есть, она, ну, все, работает нормально, без проблем, все классно. Как бы относительно легкая по сравнению с тем, что я видел у других коллег, скажем так, в их роликах, там такие огромные горелки таскают. Ну, не знаю, это на любителя. Ну, мне она все равно показалась, знаете, немножко большой. Поэтому я взял себе вот такую. Это тоже китайская горелка. БС, что-то там БС, сейчас, блин, нету паркировки. Ну, не помню, там БС, что-то 3000, как-то так она называется. Плюс вот такой вот маленький баллон примуса на 100 граммов. Я думаю, это очень оптимально. То есть, обе горелки выполняют одну и ту же функцию и справляются со своими задачами на ура. Только это имеет массу 25 грамм, а это, по-моему, что-то там около 100 грамм, что ли. Ну, давайте я сейчас, чтобы не быть голословным, поставлю ее на весы. Так, 94 грамма. То есть, 94 грамма и 25 грамм. Ну, здесь нет пьезоподжига, но это не беда. Еще одна фишка этой горелки, что мне лично нравится. У нее вот эти лепестки, они как бы защелкиваются, то есть, они фиксируются. Когда вы горелку дергаете там или шевелите, здесь ничего не складывается. Например, вот у этой горелки, у них вот это все тут, все шатается, видите, вот. То есть, постоянно надо как-то за этим следить, отгибать. Ну, не знаю, мне это не очень нравится. То есть, экономия на горелке, сколько? Фактор. В три раза. То есть, экономим массу. Ну, соответственно, и объем тоже они занимают очень разный относительно. Опять же, по выбору баллонов. Почему я все-таки решил выбирать вот такие? Потому что, скажем, взять таких несколько баллонов. Да, они изначально дороже, чем, допустим, вот тот же вот этот. Но я могу по ходу путешествий избавляться от этих баллонов, тем самым высвобождая не только лишний вес, но и объем. А с этим баллоном, даже если он будет почти пустой, мне все равно придется его с собой таскать. То есть, это лишний объем таскать. Хотя, внутри там уже ничего не будет. Поэтому, я так подумал, для меня показалось это нецелесообразным. Дальше, давайте перейдем к мыльно-рельному. Мыльно-рельный у меня сейчас находится вот в таком вот мешочке от Seatu Summit. Он тоже очень легкий. Но сейчас у меня там много лишнего барахла. Давайте я сейчас вот прям вытащу отсюда лишнее. Допустим, вот эти салфетки, они могут смело находиться в кармане штанов или куртки. Поэтому, отсюда из рюкзака они уйдут. Дальше, крем для рук. Но это, опять же, только зимой мне нужен крем для рук. Летом проблем с этим нет, поэтому его тоже можно смело вытащить. Так, ну а остальное, в принципе, здесь дезодорант. Несколько кусочков мыла. Зубная щетка, зубная паста и бритва. В принципе, я думаю, вот этого будет достаточно. Но, опять же, полотенце я не знаю, туда, не туда. Ладно, давайте его отдельно. Сколько у нас занимает мыльно-рыльная по весу? Сейчас мы взвесим и скажем. Вот, 176 грамм. То есть не занимает ни объема, не имеет практически веса. Про полотенце. Давайте теперь полотенце. Изначально я купил на Алиэкспрессе вот такое полотенце. То есть оно классное полотенце, да, вот так, если куда-то на фитнес брать. Или там в бассейн пошли, кинули в рюкзачок, оно не занимает много места. Оно очень хорошо вытирает, оно очень классное, да. Но, опять же, ездить, путешествовать с этим полотенцем, именно с рюкзаком я бы не стал. Потому что есть куда более красивые аналоги. То есть, смотрите, разница в объеме колоссальная. То есть, если расправить оба полотенца, то по размерам в целом они почти одинаковые, можно сказать. Но разница иметь это в рюкзаке или вот это. То есть, сами смотрите. Так, что еще? Ну, давайте я вам покажу еще пару интересных вещей, что я заказал. А, подушка, подушка, подушка я вам уже показывал. Тоже занимает очень мало объема. Имеет массу 70 грамм. То есть, есть подушки от этой же фирмы. Ну, даже легче, там, что-то 50 грамм, что ли. Я выбрал именно эту. Обзор у меня на канале и на эту подушку есть в одном из предыдущих роликов. Можете посмотреть, кто не видел. Дальше. Еще я сдуру заказал, еще до того, как я купил вот этот, вот этот вот пуховой квилт, я сначала заказал пуховой спальный мешок. Китайский, относительно недорогой. Поэтому я думал, ну, чтобы на всякий случай утеплить его, у того комфортная температура была что-то тоже плюс 10. Я заказал вот такой реактор. Это от Seattle Summit реактор. То есть, это, по сути, как бы простыня. Такой вкладыш, вкладыш простыня, утепляющий для спального мешка. Его можно использовать как вкладыш. Его можно использовать как самостоятельную простыню, если вы где-то в жарком регионе будете находиться. И вам не особо нужно укрываться. Ну, это, знаете, своего рода, я бы сказал, как альтернатива термобелью. Если вы не хотите спать в термобелье, просто разделись до трусов, залезли в этот, скажем, реактор. Ну, он так называется реактор, да. И все спите комфортно, удобно. Не знаю, буду ли я его с собой брать вот сейчас на ближайшее путешествие или не буду. Надо подумать. Ну, изначально, я говорю, я брал его с расчетом на спальный мешок. Также я брал еще вот такой спас-мешок, это как типа спас-одеяло. Он дышащий. Он дышит и как бы защищает от конденсата. Но, так как у меня палатка двухслойная, конденсат там, в принципе, не предвидится. Поэтому я не знаю целесообразность данного девайса. Можно, конечно, будет его летом как-нибудь протестировать в комбинации вот с этим лайнером. То есть вот это вот фольгированный, скажем, мешок спальный, да. Плюс вот это, посмотреть, как оно будет. Или, может быть, докупить еще какой-нибудь тоже суперлегкий, ну, малогреющий спальный мешок. И вот как комбинацию из этих трех девайсов тоже протестировать. Ну, это, опять же, поиграемся летом. Что, собственно, еще вам рассказать. Да. Ну, на данный момент больше пока... А, да. Нет, все. Все вроде показал самое основное. Ну, давайте я сейчас уложу вот это все в снарягу самое основное в рюкзак. И поставлю рюкзак на весы. Кстати, по поводу рюкзаков, ребят. Я хотел еще записать отдельный видос. Но, так как он получится немножко коротким... Не, я, наверное, все-таки сделаю. Его отдельным, чтобы было... Ну, чтобы его могли люди посмотреть, которые действительно интересуются рюкзаками. Точно. Так что, давайте начнем. Ну, начнем, естественно, с палатки, так как она занимает максимальный объем. Дальше. Кладу к ней вот такую карбоновую палку. То есть, палатка у меня, она трекинговая. Она ставится на эту обычную трекинговую палку. Но, так как я в свои путешествия трекинговые палки возить не буду, я заказал еще отдельно вот такую карбоновую палку. Весит всего 80 грамм. Ну, то есть, она почти невесомая. То есть, ее будет достаточно. Так, я сейчас все укладываю просто так, чтобы ради того, чтобы взвесить. Ладно, так, дальше. Дальше кладем коврик. Спальный мешок. Мыльно-арельная. Так. Газовый баллон. Сейчас горелку уберу сразу в чехольчик. Чтобы она там, не дай бог, не повредилась. Дальше. Полотенце. Подушка. Посуда. Ложка титановая. Тоже кладем туда. Ну, и, собственно, все. Самое основное я, вроде бы, закинул. Так, давайте теперь взвесим это дело. Я сейчас подставлю тут кое-что на весы, чтобы было видно. Ребят, к сожалению, я вам сейчас это показать не вижу. Но просто поверьте, пожалуйста, на слово. Так, опускаем на весы. Ну, в общем, 3,280. В общем, 3,300. Ребята, вы видели то, что я сейчас положил в свой рюкзак? То есть, а самые основные вещи. Это палатка полностью вместе с палкой. Это коврик, это спальный мешок. В общем, все самое необходимое. Базовая, скажем, стряга. Включая рюкзак, вес составляет 3,3 кг. То есть, 3,3 кг. Это, я считаю, очень хороший вес. Конечно, все остальное. Там еще будет, естественно, кое-что из одежды. Потом еще будет там еда кое-какая. Ну, я думаю, что, в общем, вес я максимум 6 кг. Я думаю, будет более чем. Поэтому, что касается снаряжения, то у меня куртка, она водонепроницаемая. Поэтому куртку-дождевик с собой тащить не надо. Ботинки у меня водонепроницаемые. Бахилы тоже к ним не нужны. Поэтому, единственное, что мне придется взять из дождевика, это только штаны. И то, может быть, я к тому времени найду какие-нибудь модные штаны, которые тоже будут ватерпруф. Поэтому, в общем, да. Как-то так. Ну, там трусы, носки тоже. Ну, в общем, думаю, килограмм 5-6 у меня будет в общей сложности. В принципе, рюкзак у меня правильный. Лямки у него достаточно большие, чтобы комфортно с ним ездить. Получается, он так у меня приспущен на максималку. И он стоит на заднем сидении, позади меня, просто привязанный ко мне. И во время езды его практически не ощущается. Так что, вот что касается объема, да. То, что вот вещей я сюда положил. Если их аккуратно укласть, то они займут где-то, ну, вот столько от рюкзака. То есть, половина рюкзака. Так что, места еще там будет достаточно. Объем от рюкзака, по-моему, 30 литров. Я уже не помню, сейчас точно я в обзоре на этот рюкзак говорил. Сколько он литра тоже есть где-то на канале. Кому интересно, можете посмотреть. В общем, собственно, ребята, все. Вот пока что вот такая снаряга. Спасибо за просмотр. Ну, если понравился видос, ставьте лайк. Или дизлайк, если не понравился. Ну, а я прощаюсь с вами. Увидимся в следующих видосах. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!